Марина Полетина показывает баночку с мутной жидкостью. Ее набрала в подполе, там всегда болото. Зловонную жижу уже носила в Роспотребнадзор и в госжилинспекцию. Везде рассказывала, что живет среди мошкары и крыс. Инспекторы соглашаются и сочувствуют, но на этом все. Дом, конечно, старый, 51-го года постройки, без удобств, с выгребной ямой. От нее-то и все проблемы. Чистят несвоевременно, плюс текут трубы. Управляющая компания, говорю, бесполезна. Они прекрасно знают, что гнилые у нас вот эти ямы. Они не приспособлены для такого объема воды. У нас не как других централизованные. Нам сказали, депутат Кузьмичев, легче ваш дом снести, чем вам сделать вот это. Вот так. Обои отклеиваются, линолеум набухает. А еще ко всему отвратительный и затхлый запах. Марина Анатольевна переживает за здоровье сына. Как бы в таких условиях ребенку не подхватить астму. Или того хуже. У меня ребенку 11 лет. Вот сейчас он в школе находится. Вот. И я его стараюсь даже вечером. Иди погуляй, чтобы на ночь, знаете, на ночь. Здесь одна влага. Это вот сейчас еще хорошо запах. Потому что я открыла, пришла сюда в 10 и открыла окна двери. А здесь запах невозможный. Управляющая компания «Город» счета выставляет исправно. А вот на ремонт глаза закрывает. Состояние подъездов оставляет желать лучшего. Крыша у нас до сих пор течет. Наколотили досок, которые вот такие два пальца можно, извините, вот я небо отсюда вижу. И как дождь, у нас вот здесь вода. Это у нас управляющая компания. Интересно задать вопрос, сколько вы денег затратили на этот ремонт? Потому что я тоже плачу за капитальный ремонт этого дома. Обращалась Марина Анатольевна в разные инстанции. Специалисты ГЖИ обязали управляшку до середины сентября яму расчистить. Подвал привести в порядок. Трещины замазать. Но пока тишина. Была установлена трещина на стене одной из квартир. По итогам данной проверки в адресуправляющей организации было выдано предписание с требованием устранить. Выявлено нарушение. Специалисты ГЖИ потом выйдут на место и проверят, как проведены работы. Если плохо, оштрафуют. Роспотребнадзор, к слову, уже УК «Город» наказал на 25 тысяч рублей. За то, что в подполье болото.